Несколько дней назад ветеран войны, почетный гражданин города Углича и председатель Угличского районного отделения Российского фонда мира Василий Аршакович Багдасарьян был награжден пятой золотой медалью Российского фонда мира за выдающийся вклад в деятельность этой организации. В фонде мира Василий Аршакович состоит уже 30 лет. И надо прямо сказать, что я когда работал в колхозе Победы председателем, мы лично, я ежегодно давал по 1000 рублей фонду мира безвозмездно. И наши колхозники давали в среднем по 45 рублей безвозмездно. Колхоз Победы 36 тысяч рублей внес фонды мира по разному Ярославле и Российской Федерации. И надо прямо сказать, что мы не жалели. Дело в том, что почему, значит, добровольно многие пошли на этот. Дело в том, что чтобы был мир, дружба, обязательно надо, чтобы была, так сказать, память. А эта память, которая сейчас строится, останется навсегда. Скоро будут строить памятник наших прошлых участников войны и так далее. Так что тоже память. Самое главное, не забывать добрые дела. За последние 10 лет Василий Аршакович Багдасарьян внес большой вклад в строительство общественно значимых объектов города Ублича. Будучи все эти годы председателем районного фонда мира, он организовывал сборы добровольных пожертвований для возведения дома ветеранов и пищеблока центральной районной больницы. А сейчас, когда дом ветеранов уже давно построен, а финансовые проблемы пищеблока решены, ветерану тоже не сидится без дела. Сейчас пишу книгу. А книга пишется от фонда мира безвозмездно, я без гонорара пишу. Так, Ублич, центр, маслоделие, сироделие Российской Федерации. Тысяча экземпляров печатает наши типографии. 212 страниц уже печатаны. И продолжает всю работу. Будет 400 страниц. Фотографии памятные и индивидуальные групповые уже готовы. 38 тысяч страниц, они лежат у меня дома. Так что скоро будем переплетать книги. Это фонда мира, пятна памятных людей. Ну, это в Нимс, Сирзавод, МСЗ, потом биофабрика. Вот они, люди же работали 50-60 лет. Некоторые по 30-40 лет работали. Память надо обязательно. Вот и мы решили этим вопросом заниматься. И участвуют они, они пишут о колхозах, авангарда, и Родина, и Красный Перекоп, и так далее, и так далее. Вот они выступают, рассказывают. Это интересно. Так что память надо сохранить для всех. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова